Принц-звезда. Все, пойдем? Она и прям звезда, потому что единственная такая в городе. С розовыми колесиками вместо задних лап. Она считает себя полноценной собакой и ведет себя так же. Надежда, хозяйка, еле поспевает за своей манюней. Собака появилась у Нади еще щенком. Попала под машину и хозяева оставили ее в ящике. Еще у нее слышит только одно ухо и видит лишь один глаз. Я была в группе, и там пришло объявление о том, что где-то нашли щенка. Видимо, то ли под машину попал, что-то с ним случилось, задние ноги не ходят. Ну и у себя ставить не могут, то есть в коробочке поставят в подъезде. Ну и естественно, сердце дрогнуло. Я сказала им, везите к нам. Когда ее увидели, это было что-то маленькое, беспомощное. Я понимала, что все мы понимали, вся семья у нас понимала. Даже собаки это понимали, вот эти большие. Что она не такая, как они. Что она вот, что-то у нее не так. Они к ней, ну конечно, сначала настороженно достаточно, потому что вот что-то ползает, а не ходит. А потом как бы, а потом привыкли и как-то, не знаю, в общем, они пустили ее в свою стаю, скажем так. Ну а мы-то люди, если собаки это понимают. Надежда носила ее на массаж ежедневно, 4 месяца подряд. А потом нашла фирму и заказала по индивидуальному размеру тележку. За границей такая забота – частое явление, но не в России. Попросили мы розовые колеса, потому что девочка. И нам сделали розовые колеса. Ну и все, и как бы мы очень благодарны этой фирме. Фирма называется Animal Mobile. Прицепили дома. В этот момент я была на кухне. Муж прицепил ей коляску именно в зале. То есть она летела как оглашенная ко мне на кухню. У нее был страшный испуг, что за ней там что-то, вот что-то за ней там оно, я не знаю, тарахтит, тянется, едет за ней. Но у нее испуг был ужасный. Мы сняли, не стали ее как бы дальше пугать, потому что, думаю, как она потом вообще будет относиться. Ну а потом еле-еле, конечно, ее втиснули в эту коляску. Первый раз, когда мы вышли на улицу. Ну она, естественно, там победил инстинкт собаки. Вот эта любознательность, что она давно не была на улице. Вот это везде все пахнет, все совсем другое, не так, как дома. Пока мы разговаривали, под дверью подслушивали три собаки. Ума, бывшая рахитница Пуля и прожившая три недели в закрытом шкафу у садистов Мела. Когда кто-то приходит в дом, ей кажется, что это за ней отбирать у хозяйки. Она рычит и злится. У меня три с половиной собаки, шутит Надя. Три с половиной собаки каждый день ждут надежду с работы. Надя работает в телерадиокомпании «Алмазный край». В ее телефоне видео каждой из собак. Она может рассказывать о них часами. Собаки считают ее своей богиней. Для них она одна такая. На весь город. Тамара Бессмертная, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Тамара Бессмертная, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край» «Алмазный край». Тамара Бессмертная, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край»